Саммит НАТО Сейчас балтийские государства играют решающую роль в защите восточного фланга НАТО. И все три страны выделяют более 2% своего ВВП на расходы на оборону. Но пообещали поднять этот показатель до 3%, превысив рекомендуемый альянсом порог, а также именно они, Литва, Латвия и Эстония, были в авангарде поддержки Украины, руководствуясь общими воспоминаниями о российской агрессии и нынешней угрозе Кремля. Достаточно посмотреть на эти, находящиеся на страже безопасности саммита эскадрильи «Патриотс». Накануне президент Украины посвятил почти неделю турне по странам Восточной Европы. Или, как сказал президент Литвы, первой линии обороны. Зеленский встречался с турецким президентом, чтобы обсудить ситуацию и в нашем Черноморском регионе. Ну а вот сам президент Эрдоган вместе с женой прилетел в Вильнюс и спускается по трапу. И я буду делать и все, что в моих силах, чтобы ускорить решение по украинскому вопросу и договориться с нашими партнерами. Любой саммит НАТО вызывает особый ажиотаж среди журналистов. Вот и на этот раз здесь несколько десятков камер. И этот саммит еще не начался, а, так сказать, разогрев идет. Потому что на сцене выступал Йенс Толтенберг, глава НАТО. И теперь очередь за президентом Литвы. Благодаря союзникам Вильнюса стал одним из самых безопасных мест в Европе во время саммита НАТО. В воздухе, на море и на суше. Ситуация с безопасностью в регионе становится все более сложной. С новыми факторами, которые мы должны учитывать, такими как возможное прибытие группы наемников Вагнера в наш район. Размещение ядерного оружия в Беларуси. Это подчеркивает необходимость усиления сдерживания и усиления обороны. И мы также снова и снова повторяли, что, конечно же, союзники Украина должны решить, когда настанет время пригласить Украину стать полноправным членом. Самая неотложная задача сейчас – обеспечить, чтобы Украина преобладала как суверенная и независимая нация в Европе. Потому что если Украина не победит, то вопрос о членстве вообще не будет обсуждаться. Поэтому я думаю, что чрезвычайно важно, чтобы мы продолжали обеспечивать украинцев оружием, боеприпасами, обучением, запасными частями, чтобы они были способны освободить больше земель, но и сдержать Россию от дальнейшей агрессии. Украина в НАТО – это реальное усиление для Альянса, усиление военного потенциала НАТО. Украинская армия единственная на континенте имеет бесценный опыт ведения реальной полномасштабной войны. К тому же, существенно большим по потенциалу размеру противникам. Очевидно, что без Украины европейский компонент Альянса будет значительно слабее. Не отстают и заокеанские союзники Украины. Премьер-министр Канады сегодня ясно выразился его страна на стороне Украины. Сегодня я объявляю, что мы собираемся более чем удвоить наше присутствие, направив дополнительно до 1200 военнослужащих канадских вооруженных сил для служения и защиты демократии и верховенства закона. Мы твердо убеждены, что Украина должна вступить в НАТО, как только позволят условия. Литва является членом НАТО с 2004 года. 89% жителей Литвы поддерживают членство страны в НАТО. 90% жителей поддерживают присутствие союзников по НАТО в Литве. 80% литовцев считают вильнюсский саммит НАТО важным событием для страны. Важен саммит и для Столтенберга, который за день до мероприятия опубликовал статью в журнале Foreign Affairs. Мы усилили наше военное присутствие в Восточной Европе и увеличили расходы на оборону. НАТО становится сильнее и больше. Мы должны сохранить этот импульс. Союзники по НАТО подтвердят нашу непоколюбимую поддержку Украины, продолжат укреплять собственную оборону. Мы должны разорвать порочный круг российской агрессии. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Президент Литвы Гитанос Науседа в понедельник подтвердил, что государства Альянса пришли к согласию и решили отменить требования для Украины выполнять план действий по членству на ее пути в НАТО, что упростит путь Украины в Альянс. Но Йенс Столтенберг отметил, что консультации по финальному решению саммита еще продолжаются. И пока лидеры Альянса решают судьбу Украины, Вильнюс в эти дни превратился как будто в Киев. Вся столица в украинских флагах. Здесь ждут президента Владимира Зеленского. Мы обновим наши политические связи. Президент Зеленский присоединится к нам на инаугурационном заседании Совета Украина-НАТО. Украина рассчитывает получить на саммите реальную перспективу членства в Альянсе с четкими временными рамками вступления, а также приоритизацию поставок оружия, необходимого для деоккупации украинских территорий. Из Вильнюса Алексей Мацука для телеканала Freedom.